Продолжение следует... Награждением нашего Настоятеля, наградой, крестом с украшениями. Обычно в таких случаях говорят, награда нашла героя. Потому что... Наш Настоятель действительно герой. Несгибаемый. Дорогие друзья, хочу сказать, что было награждение, конечно, не меня одного, но было много священников. Но вы кого-то не знаете, а кого-то знаете. Я вам скажу. Еще отец Владимир Лапшин был награжден наперстным крестом. Я такой желтый голос. Ну и, наконец, не то что к менее приятным, а к более насущным событиям. Сегодня удивительная служба. Сегодня, вы слышали, мы пели воскресение Христова, в конце свят Господь Бог наш и многие другие элементы воскресной службы. Но ведь завтра суббота. Завтра суббота праведного Лазаря. Воспоминание воскрешения Лазаря Господом нашим Иисусом Христом. И вот это удивительно, что всеобщее воскрешение и свое собственное воскресение Господь предваряет воскрешением Лазаря. Причем в трудной ситуации Лазарь уже четыре дня в гробу и уже чувствуется запах тления. И Господь выступает как победитель этого тления. И для нас вот эта Лазарева суббота – это как бы предварение Пасхи. Вот мы уже вкушаем некоторую радость, радость этого воскрешения, и нас ждет целая неделя сострадания Христу, целая неделя воспоминания Его страстей, когда мы вместе с Ним день за днем, от входа в Иерусалим до Боготелесного погребения и Святого Воскресения проживаем эти дни. Это удивительные дни, и я, конечно, призываю всех вас максимально отдать это время службе, участию в богослужении. По традиции в храмах в среду совершается большая общая исповедь, и четверг – воспоминания Тайной Вечери, когда причащаются все, кто находится в храме. Пятница – вынос плащаницы, и потом крестный ход с плащаницей, и, наконец, пасхальная служба, пасхальная радость – это все то, что никак пропустить нельзя. И еще сегодня день Лазаревой субботы совпал с Днем Благовещения. Это тоже редкий случай. И удивительно, но эти два дня связаны друг с другом. Мы с вами помним, что Господь обещал Адаму и Еве, что семя жены сотрет главу змея. Это могло произойти и через год, и через сто лет, и через тысячу лет, и через несколько тысяч лет. И это не происходило по одной простой причине – не было Божьей Матери. И поэтому сегодня мы в тропаре говорим слова такие, в тропаре праздника. Днесь, сегодня, спасение нашего главизна, начало нашего спасения. Именно с Благовещения Божьей Матери начинается спасительная миссия Христа. И здесь показан ее удивительный подвиг. Да, Божья Матерь знала, что будет приход Мессии. Она жила в Иерусалимском храме. В это время она жила уже у Иосифа Обручника. И, как мы видим на иконе, пряла красную нить для новой катапитасмы храма. И как бы образно она завершала изготовление этой красной нити нашего спасения. Вот здесь она изображена с веретеном, на котором вот эта красная червленая нить. И, конечно, она знала о приходе Мессии и мечтала, как бы она хотела быть служанкой у той великой госпожи, которая родит Мессия. И вот именно ей выпало великое счастье быть не служанкой, а быть той самой госпожой. и ее подвиг он проявился уже в самом Благовещении. Это удивительный подвиг веры. Мы знаем много икон, где она изображена вот со сложенными руками. Это обычно вторая часть парной иконы Благовещения. И этот жест означает «Се раба Господня». Она спрашивает архангела Гавриила, как же это будет, потому что она не знает мужчин и не собирается нарушать данные ей обеты. тем более, что вообще они, нарушение этих обетов рискованно даже для ее жизни. Мы видим, что впоследствии даже Иосиф хотел ее тайком отпустить, чтобы спасти ее от гнева и от побития камнями. И она спрашивает, как же это будет. И архангел говорит ей, говорит ей, Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя. И вот, невзирая на то, какие неприятности могут ее ожидать, она предает себя воле Божией и открывает себя для Духа Святого и говорит, «Се раба Господня, пусть будет мне по Слову Твоему». Непослушание Евы сменилось послушанием Божьей Матери. Почему и называют ее святые отцы новой Евой, прозревая в ее божественном сыне нового Адама. И сегодня мы, празднуя день Благовещения, обращаемся с молитвой к Божьей Матери. Пусть у нас будет хоть маленькая капелька того смирения, того доверия Богу, той любви и той веры, которая была у нее. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляем всех с праздником Благовещения, с Лазарью субботой. Завтра у нас будет торжественная служба, поскольку наш престольный праздник, вот этот центральный алтарь, именно посвящен празднику Благовещения. У нас будет служить митрополит Иларион Алфеев. Встреча его будет в 9 часов утра, поэтому ко всем просьба постараться прийти где-то без 15 и 9, не позже, чтобы мы встречали архиерея, не так архиерея приедет, а так паста потихонечку подтягивается. Вот это неправильно. Давайте об этом с вами помните, постараемся сделать именно так. Теперь сегодня нам надо подготовить, сделать много приготовительных работ к архиерической службе, поэтому просьба братьев, мужчин остаться и помочь. Ну и что делать, я кратко скажу, поставить кафедру посередине, положить там ковры надо будет, и просьба, может даже сестры этому тоже помогут, унести стульчики, вот которые у нас там стоят, и в таком большом количестве создают партер, и билетаж, унести их в шестой кабинет, там на первом этаже. Ну можно оставить штук 10 для совсем немощных, но просьба с этими 10 стульчиками располагаться не здесь, но где-нибудь в северном пределе, все, ну уже не сходя к празднику, потому что будет неудобно, владык при, тут у нас как-то такой билетаж, партер и прочее. Так же давайте вот уже об этом помнить. Да, и да, после службы у нас будет краткий такой крестный ход, ну мы не будем вокруг храма обходить, потому что там территория, для этого сейчас не приспособлена, как всегда мы выйдем вот на эту Тверскую площадь, между фонтаном и Юрием Долгоруким будет поставлены столики, там привезут голубень, наша одна замечательная прихожанка, и там их будут выпускать. Ну понятно, что всем голубень не достанется, их будет штук 20, но не так много, так что давайте уже довольствоваться, так сказать, духовным участием и зрительно смотреть, как они все взлетят и полетят направление своих голубей от Невчертанова. Через 20 минут они обычно достигали, так что давайте уже проверим здесь организованность, ну я просто уже заранее говорю, хотя потом еще скажу, но заранее, вдруг потом не удастся, значит на крестный ход сначала идут вот алтарники и братья Досхоругви, потом идет правый хор, воспеваясь, это песнопение замечательное, вот затем идет духовенство, владыка и там священники, а потом вот уже все остальные, чтобы у нас было, так сказать, такое организованное шествие. Ну, потом мы возвращаемся, уже дает владыка крест и тогда расходимся. Вот давайте вот так вот уже завтрашний день так встретим. Ну, вот вроде все, что я хотел сказать, еще раз всех поздравляю с этим замечательным праздником, отношение следующей недели отец Петр все замечательно объяснил, рассказал, только еще поясню, что у меня есть такое впечатление, когда говорят, что закончился Великий пост, он закончился в смысле седмицей, служб и так далее. В смысле воздержания от скоромной пищи, там развлечений и так далее. В этом смысле пост продолжается, даже последняя неделя более строгая, а уже разговляться и повеселиться и так далее будем уже на Пасху и после Пасхи. С миром изведем, ангелы-хранители всем в пути и благодарим за молитвы, благодарим хор за прекрасное пение, помогавшее нам молиться. Спасибо, Господи.